Критический уровень спуска воды в Саровке и, как следствие, нетипично высокие скорости течения привели к размыванию берегов и обрушению габионов. Как нам пояснил главный инженер компании Нишнов Геопроект Александр Белов, габионы, как и любые другие конструкции, проектируются с учетом эксплуатации. В данном случае гидротехнических объектов, плотины и водохранилища. Если говорить проще, для расчета их параметров берут максимальные и минимальные заявленные уровни воды. Нижняя часть конструкции матрас и верхняя габион – по сути отметки, которые приняты как условия эксплуатации сооружения. И если уровень воды понижается ниже уровня матраса, это уже нетипичная для реки ситуация. То состояние, которое сейчас у вас наблюдается, все кадры, которые я видел, говорят о том, что эта ситуация нетипичная для этой реки. Почему? Потому что дно реки сложно песками, а скорость потока очевидно выше, чем размывающая скорость донная бытовая для данной реки. То есть в нормальных условиях таким образом река не ведет себя. Конструкция габионов на реке Саровки предусматривает минимальный уровень воды – 119,6 метра. Администрация города в своем постановлении приняла решение о спуске реки до отметки 118,5 метров и не установила дальнейшие параметры поддержания уровня. Если мы посмотрим на отдельных участках, видно, что произошла просадка уровня, значительная просадка уровня порядка метра. То есть мы край матраса Дино, габиона матраса Тюфячного, можем наблюдать. И поверхность воды, и между ними порядка метра, разница по высоте. Александр Белов принимал участие в строительстве набережной в Сарове. Также он главный инженер организации, которая проектировала и ведет авторский надзор за строительством набережной реки Вичкинзы в Дивееве. По словам Александра, Саровка и Вичкинза похожи по гидрологическим характеристикам. У них одинаковые параметры и грунты, поэтому и решения по укреплению берегов габионами одинаковые. Разные подходы к эксплуатации гидроузла в период подготовки к паводку. Сейчас там осуществляется пропуск в половодье. Так вот, там такой ситуации не наблюдается. Там затворы открыты таким образом, чтобы в пруду Дивеевском, в Верхнем Ефе, уровень воды находился как раз на границе матраса. При этом Нижний Еф, он выполнен в виде канала, заполнен тоже не полностью. Идет нормальная работа по сбросу воды. Габионы в Сарове установлены несколько лет назад. И пока уровень воды в Саровке был в рамках рабочих режимов, размывания берегов не происходило. Компания «Саровинвест», установившая габионы, подсчитывает ущерб, нанесенный благоустройству. Также компания обратилась в администрацию города с просьбой в кратчайшие сроки поднять уровень воды в Саровке. И чтобы избежать дальнейшего разрушения конструкции берегоукрепления, в будущем регулировать уровень в соответствии с климатическими условиями. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.